А сегодня проблемы оборота наркотиков, преступлений, связанных с ними, их профилактику обсудили в Доме правительства на заседании антинаркотической комиссии. В Чувашии, по данным наркологического диспансера, в 2013 году 25 человек употребляли дизаморфин. Статистика этого года утверждает, что число дизаморфиновых наркоманов снижается, благодаря запрету на безрецептурную реализацию кодеиносодержащей продукции. Однако запрет может нарушаться или эти препараты ввозятся из других регионов. Все-таки дизаморфинисты попадают в поле зрения полиции. За 4 месяца 2014 года выявили 3 наркопритона на территории Чебоксара и Новочебоксарска. К сожалению, растет и количество то, что становятся лиц наркозависимыми. Но эта тенденция не только по Чувашской республике. Сегодня становятся более доступными легкие наркотики, так называемые синтетические наркотики. Дизаморфин в основном. Мы отмечаем, конечно, с позитивной стороны, что, слава богу, практически мы не регистрируем на территории Чувашской республики тяжелых наркотиков, таких как героин. И, слава богу, не становится это большой проблемой, как в других регионах. Но, тем не менее, проблема на этой есть. Участники совещания обсудили вопрос о создании регионального центра национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Из 14 регионов ПФО только три субъекта, в числе которых и Чувашия, не имеют такого центра. Медицинскую реабилитационную помощь оказывает республиканский наркологический диспансер. Минздрав соцразвития Чувашии предлагает создать координирующую структуру на базе Центра социального обслуживания населения Чебоксар. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.